С первого взгляда все в порядке. Трамвай следует маршруту, земля из-под ног не уходит. Как и в любом вопросе, болевые точки спрятаны от глаз обывателей. Мост на улице Минаева построили в далеком 1955 году. За надежность конструкции с тех времен отвечают деревянные балки. Это подтверждают эксперты. Помимо прочего, действующая схема движения общественного транспорта неудобна для жителей микрорайона университет. Люди вынуждены петлять по Пушкаревскому кольцу, чтобы попасть домой. Реконструкция поможет убить сразу двух зайцев. Данные работы нам позволят, во-первых, сделать развязку рядом с мостовым переходом, которая позволит из центра сразу уезжать в сторону микрорайона. И, соответственно, выезд дополнительный будет образован. И второй момент, что не менее важно, мост из двухполосного у нас станет трехполосным. То есть существенно возрастет пропускная способность, что должно положительно сказаться на уменьшении количества заторов, пробок. Проект разделен на два этапа – возведение развязки и реконструкция моста. Чтобы ускорить процесс, при этом не создать транспортные неудобства, принято решение строить и ремонтировать параллельно, а не последовательно. Движение по дорожной артерии планируют перекрывать частями. Пока одна треть ремонтируется, по другой будет ездить транспорт. Точная схема новых маршрутов пока на стадии разработки. По информации городской администрации, ее представят не раньше 21 марта. На финальном этапе модернизации установят новые остановочные павильоны. Автобусные остановки будут по краям располагаться. Крайние полосы будут выделены для движения общественного транспорта. Трамвай также останется в центре, будут организованы две остановки в оба направления. Суммарно на проект выделено около двух миллиардов рублей. В свете недавнего подорожания стройматериалов, опасений, что денег не хватит, пока нет. Чтобы угнаться за привычными цифрами, работать планируют в две, а если нужно, и в три смены. Это отмечает директор подрядной организации. Если все пойдет как анонсировано, на финишную прямую строители выйдут в 2024 году. Александра Никитина, Юрий Конихин, Управда ТВ.